Вот про ценности беседовал с известной телеведущей, которая тоже тебя в свое время приглашала, и она так вот с известной долей юмора сказала, вот Газманов, он такой продвинутый, везде он, во всех соцсетях гаджетами владеет лучше, чем школьники, а что касается каких-то вот нравственно-моральных моментов, человек отсталый, в соответствии отстает европейских стандартов, потому что ведь это же твоя была инициатива с Мариной заключить официальный брак, то есть вы жили-жили себе, именно ты хотел, чтобы это все было оформлено, ты считаешь, что это важно, а на Западе сейчас тенденции наоборот, что вообще институт семьи, он устарел, он вообще не нужен, и вообще папа, мама, родитель номер один, родитель номер два, вот почему ты такой отсталый, скажи, вот в этом аспекте, ты, наверное, ведь не одобряешь даже браки, не одобряю, такие в смысле, вот как это, однополые, однополые браки, не одобряешь? Не одобряю. Ну, ты понимаешь, что ты отсталый человек, и тебе в Европу вообще закроют вес, потому что ты не разделяешь европейские ценности. Ну, пусть мне закроют там въезд куда-то туда к европейским ценностям, но, во-первых, Россия огромная страна, но сейчас я довольно часто бываю и в Крыму там, если там летом, я и в Италии бываю, мне очень нравится, я везде, ну, а в Праге у меня вот концерт, значит, кстати, вот по поводу Латвия-Литва мне закрыл, а в Эстонии у меня зимой будет концерт большой, причем, у меня в прошлом году было пять тысяч человек на концерте, и в этом году, я не помню, зимой в этом, или сразу же после новой, не помню, когда это будет, но будет концерт, и придет пять тысяч человек, понимаешь, вот, но я думаю, что вот все это, конечно, такая бесовщина, реально, я тебе скажу, это просто тупиковая, тупиковая ветвь человечества. Вот как знаешь, в свое время эволюция, значит, там тупиковая ветвь кротовых волков, я просто говорю, кротовые волки, они которые там, а потом раз поняли, что вот на глубине три метра уже все, они плохо бегают, волки, но они все равно роют, роют туда, и сзади стоит шакала, кричит, да, это самый лучший способ, да, надо рыть туда, ниже, еще ниже, всем надо рыть, вот ты кто такой, я волк, ты не бегай за зайцами, ты рой туда, туда, закапывайся, только чтобы хвост торчал, это лучше, лучше, потом и вымерли они, потому что вот этого не происходит, не происходит этого, вот, таинства, понимаешь, и потом, у нас страна большей части православная, да и мусульмане тоже не одобряют, в общем-то, это дело, ну, а зачем тогда, ну, зачем против ветра плевать, я вот не понимаю, с точки зрения музыкальной, я тебе еще скажу, так, не знаю, может, так с юмором прозвучит, вот у нас, мы все, вот все, вся наша публика хлопает на первую долю, понимаешь, ну, это музыкальная история, все это знают, а англо-саксы с неграми на вторую, понимаешь, это поперек идет, а вот мы там, калинка, калинка, не калины, калинка, калинка, понимаешь, да, про калинка, калинка, а знаешь, что итальянцы, испанцы, индусы там, они одновременно на это, на это хлопают, так, бамбалео, бамбалео, вот мы имеем право, чему ты подводишь, да мы так живем, не нужно нам вот эти все браки, ну, в этом смысле, ну, зачем, зачем насиловать, зачем нам вот эта вот вся фигня, понимаешь, ну, пусть они там хотят вымирать, ну, пусть вымирает, пусть они вот так вот делают, ну, пусть вот эти моды у них там на шпильках уже мужики ходят, ну, это же неудобно, ну, я понимаю, что женщины мучатся, ты пробовал, ты говоришь, неудобно, ты попробуй, знаешь, если газмана выйдет на шпильках, я уверен, что будет о чем написать всем газетам, это называется хайп, да ты хайпанешь очень мощно, ты когда в Калининграде играл в рок-группе, вы врали, что в песне Битлз это про тяжелую судьбу британских шахтеров, да, иначе мы не упустили, то есть вот через те запреты прорвались как-то, и через эти запреты западные теперь с другой стороны тоже прорвемся, я уверен, прорвемся, спасибо тебе.